Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня глава региона находится в Москве. Он принимает участие в итоговом заседании Министерства энергетики России под председательством Александра Новака. Ведомство подведет итоги работы за 2018 год и расставит приоритеты деятельности на текущей. В совещании участвуют представители федеральных органов власти, руководители субъектов, компаний топливно-энергетического комплекса. Число безработных граждан в республике только за прошлый год уменьшилось на 20%. Это один из главных результатов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как реализуются соглашения о партнерстве, обсудили в Доме правительства на расширенном заседании. Подробности у Дмитрия Ковалева. Трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям – это кооперация правительства, работодателей и профсоюзов. Соглашение об их взаимодействии действует до конца этого года. Особое внимание в задолженности по заработной плате Министерством труда и социальной защиты совместно с Государственной инспекцией по труду и прокуратуре по Чуварской республике. Проводится еженедельный мониторинг. Выявляется наличие нарушений в сфере оплаты труда. Анализируются причины невыплаты. Ключевая задача комиссии – содействие в занятости. Так, в прошлом году в республике трудоустроили свыше 85% соискателей работы. По этому показателю регион занимает второе место по России. В рамке этого соглашения принимается мера по обеспечению стабильной и эффективной занятости населения, по обеспечению права работников на достойный труд, повышение конкурентной способности нашей экономики. К содействию занятости приоритетная статья расходов отметил глава региона. Только в этом году на реализацию программы с бюджета республики было выделено более 600 миллионов рублей. С учетом тех принятых решений в соответствии с поручением президента, эти социальные выплаты тоже будут увеличиваться. Но все равно они не такие высокие. Поэтому наша задача создавать новые производства, открывать их, создавать и трудоустраивать наших молодых специалистов, которые соответствуют по компетенции. Более 2000 вакансий в этом году открываются в концерне тракторные заводы. Тракторный завод пережил самые тяжелые и сложные времена. Я это тоже могу ответственно сказать. Бенефициар новый это в лице Трансмарш-холдинга, Ростеха, это государственная корпорация. В этом году заказы уже новые появились. По всем четырем площадкам работа дальнейшая будет проводиться. Крайне важная задача привлечь инвестиции. В правительстве региона для поддержки предпринимателей создают новые механизмы. Если это внешний инвестор, то исследуются размеры потребительского рынка, динамика развития потребительского рынка и благоприятная предпринимательская среда. По центрам торгово-промышленной палаты предприниматели отмечают, что инвестиционный клиент в целом у нас действительно улучшился в последние годы. Здесь вот все-таки нужно сосредоточить организации, которые работают в этом направлении. Фонд промышленный, корпорация, на поиск потенциальных ресторов. За привлечение инвестиций теперь отвечают и главы муниципалитетов. Прорывные проекты необходимы каждому району. Такую задачу поставил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Массовые занятия спортом и питанием в школах. Вопросы весьма актуальны, особенно в преддверии Всемирного дня здоровья. Цифры и факты с правительственной комиссией по вопросам охраны здоровья населения. Против миопии, самого распространенного заболевания школьников, кабинеты охраны зрения. Для осанки больше занятий спортом. Третий урок физкультуры. Общевозовательными организациями налажено тесное сотрудничество детско-юношескими спортивными школами, физкультурно-спортивные комплексы по проведению уроков плавания. Дети сельских школ на школьных автобусах приезжают в плавательные бассейны. И, конечно, детское питание. Сейчас в Чувашии 95% всех школьников получают горячее питание. Более 200 миллионов из республиканского бюджета направили на оборудование пищеблоков. В этом году на очереди детские сады. Однако вызывает вопросы качества питания. Да и цены сейчас на комплексные школьные обеды серьезно разнятся. Средние 35,40, максимально 70 алаты. Минимально 12 рублей Ядовичский район. То есть вот разброс есть, да, зависит от того, какие продукты питание используют, какие кто-то использует еще. То есть ядовичский район за 12 рублей комит реально. Питательно, вкусно. Или первое блюдо, или второе без салата, или без закусок на завтраки, допустим, идут. Но нас беспокоит то, что несоответствие калорийности, удельный вес несоответствующих калорийности у нас увеличился в этом году. По школам это 5,9%. А в целом, если по детям, подросткам взять, то по сравнению с предыдущим годом увеличение где-то на 40%. Проблема в том, что по вопросам здорового питания нет нормативных документов. Они только еще разрабатываются на федеральном уровне. И здесь, в 2019 году, распоряд надзором, будут разработаны изменения в законодательстве Российской Федерации, которыми будут закреплены понятия здорового питания, а также будут установлены требования к данному виду питания. На правительственной комиссии говорили и о здоровом образе жизни, ведь он напрямую связан со спортом. Привлечь людей к занятиям физкультуры призваны многочисленные проекты. Это и зарядки со звездой, дни открытых дверей в физкультурно-оздоровительных центрах. В ближайшее время возобновят ставшие уже традиционными в Республике прогулки с врачом. Ирина Волкова, Павел Иритков. Республика. В Республиканскую клиническую больницу поступил томограф нового образца. У него много преимуществ и большие возможности. Подробнее об этом в нашем сюжете. Современный магнитно-резонансный томограф поступил в Чуваши в конце 2018 года. Несколько месяцев ушли на тестирование аппарата и обучение персонала. Ведь он значительно отличается от своих предшественников. Обладает набором современнейших программ, которые позволяют смотреть практически все органы человеческого тела. Позволяет одновременно исследовать сразу низкообластей силустроенных катушек. Что сильно уменьшает время исследования, увеличит преподобную способность. Ну и удобство для пациента и врача в полном объеме. Еще одно преимущество томографа – это удобство в использовании. Он позволяет обследовать беспокоенных, склонных к лаустрофобии пациентов. Важно и то, что во время исследования врачам можно находиться рядом с аппаратом. Особенно, если диагностику проводят детям или пациентам с тяжелым заболеванием. Галина, как ваше самочувствие? Все хорошо, прекрасно. Никаких жалоб нет? Нет, все хорошо, нормально. Отлично. Лежите спокойно. Продолжаем исследование. Хорошо. Направление на обследование Галине выдал невролог по месту жительства. Она стала первой пациенткой, которую обследовали на томографе последней разработки. Прежде чем как лечь на исследовании, мне рентген-лаборант подробно все объяснил, что аппарат будет шуметь, что бояться ничего не надо, что исследование длится в течение 15-20 минут. Время быстро пролетело, я даже не заметила. Галине повезло. Исследование отклонений не выявило. Но лучше перестраховаться и пройти обследование, чем пытаться вылечить запущенную болезнь, говорят врачи. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. 64 километра дорог отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги в Чебоксарах» за два года. Как они пережили зимний сезон, проверяли специалисты столичной администрации. Этот участок дороги по проспекту 9-й пятилетки отремонтировали в первый год реализации программы. Подрядчик заменил чуть более 1 километра полотна. Прошло почти два года. Колейность составила 2 сантиметра. Пока показатель нормам соответствует, но кулия может стать глубже, и не последнюю роль в этом играет вода. Оказывается, по весне растаявшая вода ночью может замерзнуть. Согласитесь, у подрядчика странный аргумент. Следуя такой логике, у нас по весне все дороги должны быть разбиты. А вот нечищенные ливневки упрек уже в адрес мэрии. Небольшое повреждение, которое называется «выкрашивание», появилось на Московском проспекте. Общая площадь дефекта – 10 квадратных метров. Участок дороги отремонтировали в 2017-м. Устранять нарушения будет сам подрядчик. Гарантийный срок – 6 лет. Такие совместные объезды отремонтированных участков проходят регулярно. Все недостатки были заактированы, и подрядчику были даны сроки на устранение данных недостатков. Ремонтировать столичные дороги продолжат и в этом году. Причем капитально. Перечень участков будет сформирован к следующей неделе. 47 миллионов рублей. Именно столько Министерство культуры Российской Федерации выделило на ремонт Чувашскому государственному театру юного зрителя имени Сеспеля в этом году. Государственную поддержку получили 18 регионов нашей страны. В Приволжском федеральном округе только наш ТЮЗ. В 47 миллионов, естественно, уходит капитальный ремонт этого здания. Здание у нас было не новое. Уже 45 лет уже живет и работает это здание. Но нам нужно сейчас обновить все. Вплоть до гардероба. Это получается и фойе, и залах будет ремонт. Будет меняться облик здания, будет крыша меняться. Я думаю, что в этом году мы это освоим к декабрю месяца. Работы уже начались. В прошлом году театр отметил юбилей 85 лет. Тогда же у ТЮЗа появилось свое здание, бывший столичный кинотеатр Сеспель. В театре произошли значительные перемены. Появилась новая сцена, обновлены гримерные. Для декорации, костюмов и прочего реквизита выделено отдельное помещение. Мы с воодушевлением работаем сейчас. Мы не знаем усталости. Мы приходим на работу как на праздник. В таком состоянии в течение года мы ощущаем, что у нас в душе внутри какой-то праздник сейчас. Такое настроение. Хочется творить, работать, придумывать разные проекты. В топ-100 лучших в России вошли два детских сада Чебоксар – 19-й и 205-й. Оценивались дошкольные образовательные учреждения комплексно. Это организация работы, техническое оснащение, воспитательные и образовательные процессы. Причем во всем этом активно участвуют и родители. Творческие встречи с известными людьми – тоже общая инициатива. На днях в 205-м детском саду побывал Михаил Юхма – чувашский писатель, поэт и драматург. Где вырос голубой дом? На горе. Руки поднимаем, не забываем. Улежу. Еще варианты есть? На горе. К встрече с писателем дети подготовились, прочитали рассказы из лесной книги. В них автор учит любить природу, заботиться о ней. Детская литература Михаила Юхмы – это и сказки, легенды, мифы. По его пьесам идут постановки в Чувашском кукольном театре. Кстати, с этим видом искусства дети уже знакомы. В их садике есть пальчиковые, ростовые и даже куклы из мочалок. В стороне от воспитательного процесса не остаются родители. Вот и сегодня в зале есть взрослые. Они здесь вообще частые гости. Мне очень понравился сегодняшний концерт, так как до сегодняшнего дня я так много не знала о чувашском народе. Такие встречи полезны не только для детей, но и для взрослых, оказывается. Их приглашают на творческие встречи, раз в месяц организуя дни открытых дверей. Мы сначала опрашиваем родителей, в какое время они хотели бы посетить наше мероприятие. Или в утреннее, или вечернее. Потом мы определяем дату, они приходят. И вот по желанию к любому специалисту могут прийти и посмотреть, как занимается специалист с детьми. Для родителей открытость, для детей интересные встречи, познавательные занятия и образовательная среда. Итог известен. Детский сад в топ-100 лучших в России. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. На ярмарке «Ермак» новое поступление одежды. Об этом далее, а я прощаюсь. Хороших вам выходных. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей. Широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас поднем посмотрим и может быть что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. Я с обстановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин